Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео я хочу показать рабочий способ, простой вариант. Перенос рабочего сайта сделан на WordPress с одного домена, то есть с одного адреса сайта, на совершенно другой адрес сайта. Это может быть внутри одного хостинга, или на другой хостинг и другой домен. Тот домен, куда вы будете переносить сайт, у вас он должен быть готов. То есть вы должны уже на хостинге подключить к нему SSL-сертификат, и сам домен уже должен работать. Следующее. Это видео подойдет сайтам небольшого размера, у которых не огромная, нереальная база данных, и сам сайт не весит 10 гигабайт или больше. Потому что такие сайты простым способом, когда нам нужно все файлы собрать в архив, хостинг просто не создаст архив, выдаст ошибку. Если это ваш вариант, тогда вам нужно обратиться к вашему хостинг-провайдеру. Они вам подскажут, как большие сайты перенести с папки в другую папку, допустим, того же хостинга, через SSH, или, возможно, есть какие-то другие варианты. Но в большинстве случаев вот это видео вам подойдет. Для тех, кто давно за мной следит и смотрели мои старые уроки от 2020 года, здесь у меня был такой урок, 20 номер 20, исправление ссылок. Вот сейчас, то есть использование некой утилиты, она очень плохо работает, вообще не работает. Я вот сейчас проверял. То есть вот этот я уже не рекомендую вариант, и поэтому я сейчас записываю свежее видео уже с рабочим вариантом, немножко другой способ, без сторонних утилит. Итак, я использую хостинг BigGet, у вас может быть другой хостинг, панель у вас отличаться может, но принцип один. Как правило, все сайты лежат в корневой папке домена, в Publish.html. Вот сейчас я зашел в тот домен, с которого я хочу сайт перенести. Вы, соответственно, находите свою корневую папку. Она примерно должна выглядеть у вас вот так. То есть у вас, возможно, первая папка идет vp-админ, потом vp-контент, и вот это все, эта структура папок самого сайта. То есть сейчас я хочу этот сайт перенести на другой домен. Я выделяю абсолютно все, что здесь есть, зажатым шифтом, правой кнопкой мыши по верхней папке я могу нажать, и создать архив. Дальше английскими буквами как-нибудь там, ну, назовите для себя архив, и создать архив. Дальше путь, где он будет лежать, то есть прямо сюда архив создастся. Дальше этот архив, ну, вот сюда я уже его перенес, этот архив вы просто правой кнопкой мыши скачать, вот скачать архив. То есть скачиваем сайт сначала на компьютер. Дальше у нас есть база данных. Мы тоже проходим в базу данных, через ваш хостинг найдите эту панель. И здесь можно нажать просто экспорт, дальше ставим точку обычный, нажимаем вперед, и у вас появится окно, точнее, вот смотря в каком браузере вы пользуетесь, вот в этом случае у меня просто архив сразу закачивается на диск C. То есть этот архив нам тоже нужен. Сейчас мы просто скачали сайт, который мы будем переносить на другой домен. Далее на другом хостинге, но хостинг тоже Biget, но только другой аккаунт. Вот мой тестовый домен, вот у меня папка Publish.html. То есть я все захожу, у меня здесь сайта нет. Я нажимаю загрузить файл с компьютера, то есть сайт загружаем. Итак, открываю я папку, вот этот архив с сайтом. В моем случае у меня весит всего 304 мегабайта весь сайт. Я нажимаю открыть и загрузить архив в корневую папку хостинга. Вот идет процесс, ожидаем галочку зеленую здесь. После загрузки я вижу архив, правой кнопкой мыши по нему кликаю, надо теперь его распаковать. Выбираю здесь в списке распаковать, путь стоит уже все верно здесь, нажимаем окей. Архив у меня распаковался, далее я перехожу в соответствующую базу данных, которая у меня заранее была готова к новому домену, созданную на этом хостинге. Здесь я нажимаю импорт, кликаю на кнопку выбрать файл с компьютера. Вот моя база данных, она весит всего 882 килобайта. Открыть и нажимаю вперед. Мы должны дождаться вот такой зеленой надписи, что у нас все произошло хорошо. Кликаем на саму базу. Вот она вся база, я ее вижу здесь. Далее нам нужно произвести некие исправления в самой базе, но это еще не конец. Находим вот здесь вот VP Options, нажимаем сюда. Мы видим сайт URL и Home, первые две строчки, что вот здесь напротив у нас стоит старый адрес сайта. Сейчас мы проставим здесь новый адрес сайта. Я кликаю два раза мышкой в эту область, выделяю Ctrl A, удаляю, Ctrl V, вставить в пустом месте мышкой кликаю и запрос выполнен. То же самое делаю вот в этой строчке. Вставляю. Далее возвращаемся в структуру папок перенесенного сайта. VP Content. Здесь есть папка Cache. Должна быть. Открываем ее. Если она не пустая, все, что здесь есть, все внутри папки Cache мы удаляем, чтобы она была пустая. Назад нажму. Вот папка Cache сама должна остаться, но внутри папки мы все убираем. Теперь остается соединить базу данных с этим сайтом. То есть в файле vp.config открываем его. Здесь я выбираю правка. Мы должны подставить значение имени базы данных, юзера и пароля от новой базы данных. Соответственно, либо у вас на хостинге вы смотрите, открываете базы, смотрите, как называется название. Обычно имя юзера совпадает с именем базы, а пароль вы должны были запоминать либо куда-то записывать в какой-нибудь блокнот, чтобы не потерять. Соответственно, я удаляю старую базу данных между кавычек. Ставим новое имя базы данных от нового домена. Удаляем юзера, проставляем юзеры и проставляем также пароль. Тоже аккуратненько между кавычек удаляйте старый пароль и проставляйте новый. После этих манипуляций закрываем это окно. Всплывает новое окно «Сохранить изменения». Нажимаем «Да». Если я сейчас обращусь к домену, уже к новому адресу, обратите внимание, что сайт развернулся. Вот этот новый домен. У вас может быть что? Кэш браузера. То есть вас может перенаправить опять на старый домен. То есть вы обращаетесь к новому, но вас перенаправляет на старый и вы видите старый сайт. Внимательно посмотрите на это. Вы можете что сделать? Вот сейчас сайт открыт перед вами. Очистить кэш браузера – это сделать быстро. Если у вас Windows горячими клавишами «Контр плюс F5», страница обновляется и чистится кэш. Но это не всегда дает результат чистки кэша. Можно попробовать новый адрес сайта, куда вы перенесли, соответственно, сайт. вставить и открыть в новом браузере, там, где вы этот сайт еще не открывали. И вы увидите сайт. Сайт открылся, мы это видим. Но у нас здесь есть некие ошибки, вылезли. Я это вижу. Еще на что нужно обратить внимание. Если вы переносите с хостинга на хостинг, неважно, либо это внутри одного хостинга, обратите внимание на старом сайте, какую версию PHP вы использовали. То есть у меня получилось так, что со старого сайта там 7.4, а на новом домине стояла версия уже 8.1. Соответственно, на новом домине я выставил тоже PHP 7.4. Чтобы использовать современный PHP, это надо уже в админке обновить все плагины, темы, абсолютно все до современной версии PHP, тогда ошибок быть не должно. Но это в моем случае сейчас вылезла ошибка, которая связана именно с неправильной версией PHP для конкретного сайта. У вас, естественно, может быть огромное количество других ошибок связанных с разными ситуациями, которые я не могу рассмотреть в рамках одного видео. После того, как PHP я поменял, обновляю сайт, видим новый адрес, видим ошибки все улетели, сайт перенесся, но это еще не все. Нам нужно заменить ссылки в базе данных на новые, то есть это все обновить. Это будем делать за счет плагина. Вот как раз та утилита, про которую я говорил ранее в уроке в 2020 году, она уже сейчас как-то мне не нравится, как она работает, она вообще не работает. Поэтому у меня уже есть готовый вариант, готовый бесплатный плагин. Мы сейчас им воспользуемся, а потом этот плагин можно удалить. И все, сайт у нас переехал благополучно. Итак, обращаемся к админке с сайта. У меня это мой новый домен wp-login или wp-admin. Вводим логин и пароль от нашего старого сайта, да, получается, и входим в админку. В админке переходим плагины добавить новый. В поле поиска я ввожу название плагина. Ссылку на этот плагин я оставлю в соответствующей статье. Ссылку на свою статью вы найдете под видео. Вот данный плагин, очень простой, очень легкий. Нажимаем здесь установить сейчас. Далее нажимаю активировать. Дальше инструменты наводим мышь. Дальше вот позиция данного плагина. Оходит он здесь. Переходим здесь для больших баз данных в настройках видите максимальный размер страницы. Если происходят таймауты или невозможно сохранить или импортировать базу данных попробуйте уменьшить это значение. В моем случае здесь я ничего не трогаю. Перехожу на эту вкладочку. Здесь нужно правильно не ошибитесь. Ставим в это поле старый адрес сайта. Здесь мы ставим новый. Соответственно плагин автоматически либо в определенных таблицах базы данных либо во всех заменит ссылки. Это последний этап. Самый важный его нужно сделать. То есть здесь я оставляю новый адрес на котором сейчас мы находимся. Здесь я вставляю старый старый адрес вот таким образом. Кликаю по самой верхней таблице прокручивая в самом низ зажимаю shift кликаю по нижней таблице чтобы выделить всю таблицу. То есть я буду менять ссылки во всей таблице. И здесь обязательно убираем эту галочку и нажимаем запустить. У нас идет внизу процесс. Нам нужно дождаться его окончания. После этого страница админки обновляется. Нам тут показано сколько и чего было изменено в структуре в таблице нашей. Наслаждайтесь сайтом. Теперь сайт полностью работоспособный уже на новом адресе. Это можно видеть наводя мышь на разные элементы сайта. Вот здесь внизу вы видите что в начале подставляется новый домен. Можете погулять по страницам сайта. Никаких ошибок я здесь не вижу. На этом я урок заканчиваю. Надеюсь для вас он был интересен и полезен. А я с вами не прощаюсь и очень скоро с вами увидимся в следующем видео. Пока пока друзья. Внимание а сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты простые и сложные дабы для этого у нас все есть крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов но вы замечаете что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите что ваш сайт находится в красной зоне вы уже сами понимаете что это нехорошо. Но почему это нехорошо почему это плохо на что это может влиять. Во-первых неприятно сайт долго грузится вы это можете сами ощущать. Во-вторых это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают если сайт не оптимизирован и долго грузится это также будет влиять на поисковую выдачу и вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекс и Гугла среди ваших конкурентов если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение перепробовали кучу плагинов я уж точно съел на этом собаку перепробовал просто десятки плагинов которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить никто из них не дает ощутимый результат да у нас скорость увеличивается скорость загрузки сайта но это не те результаты которые мы хотели бы видеть и сейчас самое приятное решение найдено теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах сайты на wordpress вы используете woocommerce элементар какие-то тяжелые темы мы с вами проведем диагностику всех плагинов отсеем какие плагины вы не используете какие ненужные я дам нужные рекомендации возможно какие-то плагины заменить на более интересные и ваш сайт будет в зеленой зоне и вы забудете об этом ваш сайт будет просто летать никаких предупреждений красных предупреждений в области оптимизации от page speed inside это все я исправлю сразу предупреждаю услуга не из дешевых кто заинтересован стучитесь ко мне в телеграм это ревизор Субтитры сделал DimaTorzok